Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Работал защитник прав детей, опубликованная декларация о доходах за 2020 год чиновников, которые отвечают за соблюдение прав кировчан. Самым богатым оказался Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка. Он задекларировал более 6 миллионов рублей дохода, из них порядка 4 миллионов он получил от продажи имущества. В 2019 году доход Шабардина составил 1,7 миллиона рублей. Уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Буркова за прошлый год заработала почти 2 миллиона. Ее предшественник Александр Панов был богаче, и его доход в 2019 году 2,7. Доходы уполномоченного по защите прав предпринимателей Владислава Попова остались на уровне 2019-го. Миллион 800 тысяч рублей. Чтобы удержать студентов в регионе, может появиться специальный фонд. Так губернатор отреагировал на просьбу студентов медуниверситета поддержать успешных молодых людей. Будущие медики предложили финансово поощрять тех, кто особо отличился вне учебы, в науке, творчестве или волонтерстве. Игорь Васильев предложил учредить в регионе внебюджетный фонд. Он мог бы производить разовые или системные выплаты студентам, оплачивать стажировки, участие в научных разработках. Глава региона предложил молодым людям самостоятельно определить те категории студентов, которые будут удостойны поощрений за свою работу. Завершение валютах. Доллар сегодня 75 рублей 68 копеек. Официальный евро 9054. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.